Есть у нас такая хайповая, спорная тема в среде любителей орхидей. Настоящий ты архаман или нет, во многом определяется, насколько изысканная, утонченная у тебя коллекция. Если там какие-то, прости господи, орхидеи из Ашана, какие-то стандарты, нокии, грандифлоры, ну что ты за архаман такой? Вот если у тебя есть редкие, дорогущие растения мету и подобных бридеров, потому что таких как мету, мы как-то больше знаем мету, но таких несколько на самом деле на Тайване. И да, как всегда, как во всем, нам надо сотворить свою табель о рангах, расставить друг друга по полочкам, чтобы все знали, кто у нас круче, кто у нас более плебейский. Так вот, поговорим о мету. Я люблю... поговорим о мету я. Да, поговорим обо мне, что нравится мне, в том числе у мету. Я не люблю бледные и маленькие цветочки, и я не люблю их везде. Я не люблю в стандарте бледные, невзрачные, небольшие цветочки. Я не люблю мету такие же, поэтому отталкиваюсь я в построении своей коллекции от того, что цветок должен привлекать внимание, во-первых, и цветом, и размером. Поэтому среди всей вселенной мету я для себя выбираю однозначно те цветы, которые более-менее крупного размера и те, которые пышно цветут. Потому что это довольно странно, несмотря на то, что разнообразие достаточно широкое у мету и подобных бридеров. Есть четкая разница. Есть, когда один цветонос и там 3-5 цветочков. Даже у взрослых растений вы не добьетесь ничего другого. Может быть, их покупают из-за сильного, тонкого, изысканного запаха. Может быть, не знаю. И есть те же самые бридеры, но у них цветение шапкой, когда несколько цветоносов, на каждом цветоносе по несколько цветочков. И даже небольшие цветочки 5-сантиметровые. Это выглядит очень классно. И при этом, опять-таки, в большинстве случаев мету дает нам парфюмерные варианты цветения. Это всегда что-то с ярким запахом. Ох, Москва прекрасна, конечно. Прекрасна не менее, чем мету личи. Да. И да, еще там вопрос цены. Очень странный вопрос цены. Цена образования. Я не вполне понимаю, почему это так дорого. Не залезаю так глубоко в эти дебри. Можно бы поспрашивать тех людей, которые представляют мету в России. Но как-то я особо в это не вовлекаюсь. Дорого и дорого. Бог с ним. Но да, цветочки у них, конечно, в среднем там от 5 тысяч идут, если это взрослые какие-то варианты. И это хорошо. Это сдерживает лично меня от затоваривания, от скупания слишком большого количества растений. Потому что с сортами, которые представлены и в Ашане, мы знаем, можно там заказать их штук 10, потом раздать, продать лишние. А здесь уже подумаешь лишний раз, что действительно нужно, а что не нужно. Я вам сегодня покажу те растения мету, которые есть у меня. У меня также есть несколько подобных растений других бридеров. То есть восковые, небольшого размера цветы, ароматные. Но их я покажу в другом ролике в каком-нибудь сегодня. Речь именно о мету. Также я нашла в интернете несколько фотографий, которые скомпоновала в одно видео, чтобы показать, какое цветение возможно у мету. И то, там не взрослые растения, там все равно подростки, но уже потенциал чувствуется. Так что не все так плохо на самом деле, не все так плохо. Кстати, в конце этого ролика покажу вам результаты пересадки в закрытую систему спустя два месяца. Меж тем, из всего многообразия сортов мету совершенно точно есть те цветы, которые достаточно яркие, привлекающие взгляд, при этом с потрясающим ароматом и пышно цветущие. Предполагается, что каждый этот сорт сведет на несколько цветоносов. И на каждом цветоносе как минимум несколько цветочков. И когда это взрослые растения, мы наблюдаем... А сейчас мы наблюдаем не взрослые растения. Все эти фотографии, которые я вам показываю, это фотографии из теплиц, где все еще растения в подростках. То есть нам есть что выбрать с перспективой на то, что это будет просто такая шапочка классных цветов, которые еще и хорошо пахнут. То есть если у вас дома есть место, куда можно поставить такого малышика, где вы часто видите его, то почему нет? Моя домашняя коллекция мету довольно немногочисленна. У меня есть вот этот совершенно обычный сорт. Тут коты, конечно, сразу подходят, кладятся. Ну что, цветок держит какое-то невероятное количество времени. Пахнет, ароматит хорошо, приятно. Я его покупала в группе краснодарских архоманов. Корешки растет. Пересажен он у меня перевалкой. Вон, видно, что на дне стоит стаканчик уховой обычный. Ждем, когда повзрослеет и начнет так, как и надо цвести, когда есть несколько цветоносов. На каждом цветоносе по несколько цветочков. Этот я вам показывала уже сто пятьсот раз. Это мое новое приобретение от Ирины Ким, которым я весьма и весьма довольна. И корни хорошие, и листочек он растит, и свести продолжает. И, не знаю, может быть, даже будет доращивать, потому что кончик цветоноса он не затормозил. Так вот, чтобы однозначно сказать, что больше не будет расти. Этот у меня не пересажен, по сути. Не пересажен в стекло. Я же, если решаю, что растение точно остается у меня, я пересаживаю в стеклянную вазу, в закрытую систему. Это у нас Миду. Кто там? Кинг Блэк. Игл. Ява. С ним такая странная история. Он вырастил у меня дома вот такой огромный лист, относительно всех остальных предыдущих. Но при этом у него нет роста корней. То есть он как сидит со своими старыми корнями, так и сидит. Тоже переставлен в больший горшок, в пластиковый больший горшок. Обложен по периметру корой. Сверху мох. Его я купила в Архарае из-за того, что он у них очень необычно процвел. Мне Светлана писала тогда, менеджер Светлана. Мы уже так долго и плотно общаемся с Архараем, что мы со Светланой можем просто переписываться. Она мне прислала видосик, где он процвел вот не так, а скорее как личи. И это было настолько необычно. А вот это я приобрела в Архарае тоже совершенно сознательно. И очень хорошо он вырастил один листочек. Вот растит второй листочек. Второй листочек он растит вообще какой-то рюшистый. Он на третий листочек там намечается. Цвести он пока не собирается. Но тоже посмотрим. То есть я рассчитываю на цветение с нескольких цветоносов. Все у меня, все сорта мету, которые у меня есть, они яркие, не бледные. И у всех цветочек, ну, как минимум вот такого размера. То есть я знаю много сортов мету, где в полтора раза меньше цветочки, если не в два. Но это уже тумач для меня. И одна у меня есть такая бедняжечка. Она одна из тех, кого я полила водой для туалета. Вот. И она у меня, конечно... Но мы знаем, что сорта мету, они крепкие. Я очень надеюсь, что все будет хорошо. Тем более, что вижу, что пошли корни от шеи. Центральный листочек растет. А так-то там все корни, конечно, сгорели. Где бы она найти? Вот. Вот. Ну, да, я мастер в этом. Вот один полив и... Все. Вот. Но стоит она у меня в этом коконе на очень светлом месте. У южного окна она стоит фактически. Вот. Пока у меня такая коллекция. Но я не то, что с оптимизмом смотрю в сторону архидеума. Скоро же у нас архидеум. Я вам клянусь на архидеуме держите меня семеро. Я что-то точно куплю. Потому что по крупным растениям, по грандифлорам я абсолютно удовлетворена. А вот всякие малышики, которые могут украсить мне каминную полку, например, и не закрыть собой все остальное. Это у меня еще есть. Такие вакантные места. Посмотрим. Только что запостила видео о пересадке. И тут я подумала, что более наглядным примером для идеальной пересадки будет не то, что я уже вам поведала. Там были три орхидеи, но они небольшие. А вот вам крупная цветущая орхидея магазинная. И она была пересажена с этими же цветами. Когда она была пересажена, я ее купила 18 февраля. Сегодня у нас Пасха. Какой у нас сегодня мая? Четвертая, пятая. В общем, сегодня у нас Пасха, воскресенье. Какой день? Ну, короче, май уже идет. То есть, март, апрель она цветет полностью. И половину февраля, и почти половину мая. Ничего не сбрасывает. Прекрасно цветет. Цветочки плотные. Вы скажете, зачем я вообще покупала эту абсолютно скучную орхидею? Это очень крупные цветы, и я ее покупала для антикварной галереи, где мой ученик работает, так сказать, от его галереи. Именно с интерьерными целями, чтобы она начала давать большие каскады, потому что она именно каскадник, судя по цветению. Грандифлора каскадник, и там ее просто поставить, и будет она стоять месяцами, радовать глаз окружающих. Потому что все-таки украшение интерьера искусственными цветами. Нет, если это искусственные цветы, ручной работы, китайские, шелка, это одно. Но я боюсь, Андрей не оценит эту идею. Накупить туда еще для удорожания всего каких-то там искусственных цветов. Нет, тем более, когда есть возможность вот это все поставить. Итак, она была такая же цветущая. По листьям мы видим, что это что-то великое. И пересадка уже была. Чтобы понять, как произвести пересадку, я здесь сейчас в правом верхнем углу добавлю прошлый ролик о пересадке. Потому что не снимала я ее. Но вот посмотрите, три месяца почти прошло с момента пересадки. Новый лист пошел. Ну и по нему еще видно, что это хороший лист такой, мощный. Видите, размер центрального листа. Это отличный лист пошел. Уж не меньше будет, чем вот эти верхние листочки точно. Далее смотрим на корни. Да, это, конечно же, ваза, стеклянная ваза, закрытая посадка. Давайте про вазу тогда скажем. Внизу она уже, чем вверху. То есть испарение идет вот так. Как идет испарение, значит вверху она будет гораздо более сухая, чем внизу. Есть вазы, где горлышко сужается. Там очень долго держится влага. И там надо прям аккуратно-аккуратно за этим смотреть. Туда тоже можно легко пересаживать орхидеи. Но там прям надо за поливом смотреть очень внимательно. В этой пересадке, как вы видите, практически нет родного грунта. Потому что видно, да, что ничего похожего на магазинный грунт здесь нет. Здесь нет мелкой коры. На дно уставлены вертикально крупные куски коры. Именно для того, что если тут останется какая-то вода, чтобы она легко испарялась раз, чтобы грунт стал благоемким. Потому что когда вы изначально используете кору, из магазина вы ее принесли или там кто-то вам подарил, она не влагоемкая. Люди начинают ее там проваривать, замачивать предварительно. Я ничего этого не делаю. Я даже ее не промываю. Я сразу ее сюда ставлю. Но за счет того, что на дне остается вода, потому что вы полили, когда ее, мох в себя вобрал влагу, он потом ее отдаст вниз, и она сольется вниз. И таким образом кора, видите, какая темная, влажная. Хотя вверху уже достаточно рыхло все. Все вот эти новые корешки. То есть вы представляете, я ее только пересадила, получается, и она как кинулась в рост, как не в себя. При этом она не сбросила цветы. Просто как будто она сидела в магазинном горшке и только и ждала, когда же ее выпустят на волю, когда же ее корням будет дыхание нормальное. Потому что мы же помним и про фотосинтез в корнях. И корни орхидеи – это больше как листья. Это как иголки елки. Вы смотрите, что это какие-то иголки, а это листья иголки. Вот так и здесь. Вот эти корни, они работают как лист. Влагоемкий мох, но не плотный мох, чтобы она там тоже не задыхалась, чтобы там не было переувлажнения. Вот вам и результат. Не хочу делать отдельное видео, но вот как. Вот я вообще не позиционирую себя как блогер, который обучает взаимодействию с орхидеями. Но вот такой ролик мне бы просто хотелось поставить во главу своего блога, чтобы каждый архаман, у которого есть какие-то вопросы по пересадке или по содержанию орхидеи в домашних условиях, условиях квартиры именно, чтобы каждый архаман вот это посмотрел, мне кажется, ну здесь не убавить, не добавить. Здесь все понятно. Ну, естественно, когда вы пересаживаете, будьте крайне аккуратны с корнями, потому что одно неверное движение, и можно надломить корень, там трещит. Вот вы слышите это? Видите, пока я тут вещаю вам, тут лежит котенька. Да, Киша? Ой, это ты Маруся. Ой, ну что это Маруся? Если бы все люди были такими, как Марусенька, все люди были бы суперуспешны, богаты, здоровы и любимы. Потому что все бы только и делали, что бросались бы им помогать, потому что как он не поможет такой жарике? В общем, резюмируя. Вообще я не люблю пересадку, конечно, и все время говорю об этом, что пересадку я стараюсь не делать, когда я только покупаю растения. Но там было невозможно. Там было столько корней. Они вот знаете, когда... Обычно все-таки в магазине, когда покупаете цветы, там нет такого распирания горшка корнями, там все более-менее как-то аккуратно. Но там явно уже был деформирован горшочек магазинный, и я решила пересадить сразу. Но именно щадящей пересадкой такой я аккуратно достала и просто переставила, получается. То есть вот эти вот темные зелененькие, это магазинные корни. То есть я как достала из горшочка, так сюда их и поставила. Как раз они удобно встали на куски коры. И при этом они вон что делают, да, видите? Какая же красота, какая прелесть. Я собираюсь на архидеум, снимать обзор с архидеума. И на архидеуме я хочу купить себе несколько блоков, на которые я посажу орхидеи виолоцейного типа. Я очень надеюсь, что они у меня вот так пойдут по корням, по дереву, что я потом буду любоваться вот такими чистыми корнями, которые впиваются. Вон, видите, тоже внутри. Ой, просто бальзам на мое орхидейное сердце.